Всем привет! Вы на канале Elizabeth Books и добро пожаловать в прочитанное, которого не было очень-очень давно. Из-за болезни я читала гораздо меньше, практически не читала. Всё моё чтение это была одна единственная книга, но зато какая довольно-таки фундаментальная, объёмная и обширная в плане затрагиваемых тем. И также изредка я читала фанфики, потому что во время болезни они мне помогают расслабиться, настроиться на какой-то позитивный лад, дарят дозу положительных эмоций. И в общем-то это было всё, что я читала практически весь ноябрь. На сегодня я готова поделиться своим мнением о книгах, которые ещё не были озвучены. И начнём мы с книги, которая составляла львиную долю моего досуга всё это время. Это Жоама Кабре и его один из самых известных романов «Я исповедуюсь». Об авторе я слышала множество лестных отзывов, множество восторженных отзывов и от блогеров, и от критиков. Многие этот роман называют одним из самых сильных у Жоама Кабре. И в целом это такая новая классика, произведение, которое точно войдёт в список классики на все времена. И мне стало интересно, что же это за роман такой. Я решила погрузиться в его историю, и вот буквально пару дней назад наконец-то перевернула последнюю страницу. Я бы назвала этот роман отчасти и романом взрослением, и романом одной огромной историей жизни человека, и даже жизни одного предмета. Но структура в этой книге немного отличается от всего того, что я читала до этого. Во-первых, мы перескакиваем с темы на тему повествования, иногда довольно-таки прерывистое. Мы погружаемся то в настоящее, то в прошлое, то вообще в будущее, в настоящий момент, когда эта книга, а это именно роман в романе, только начинает своё существование, её начинают писать. Адрия Ардеволл, наш главный герой, рассказчик, тот, кто пишет эту историю, на момент начала книги находится уже на закате своей жизни. Он довольно-таки стар и вспоминает всё, что произошло за всю его долгую жизнь, начиная с самого детства. А мальчик рос в необычной семье. И отец Эрудит, который старается приобрести как можно больше предметов искусства, рукописей, довольно-таки редких. Мать, которая довольно-таки холодная, относится к сыну с напряжением. И большой-большой дом, в котором ребёнок чувствует себя немного одиноко. Но, тем не менее, он изучает множество языков, он занимается музыкой и искусством, и всё это ему искренне нравится. Это не только роман воспоминания самого Адрия, сколько переосмысление всей его жизни. Он будто бы рассказывает историю какой-то женщине, которая имеет в его жизни далеко не последнее место. Он пытается переоценить некоторые поступки, свои действия, действия своих родителей, понять, почему именно они так поступали. И через всю эту историю, через всю огромную книгу красной нитью идёт скрипка Стариони. Старинная вещь, старинный музыкальный инструмент, который молчаливо таит ни одну тайну, ни одну историю убийства, предательства. Здесь очень много музыки, искусства, литературы в том числе. И всё это смешивается в довольно-таки интересную картину, которую хочется всё время рассматривать. Тут очень много отсылок и на мировую историю, и на религию, и на литературу, на то же искусство, на музыку в конце концов. Если поначалу тебя немного сбивает стиль Жоама Кабре, главный герой-рассказчик перескакивает с темы на тему, он то возвращается в настоящее, то перемещается в прошлое, то вообще рассказывает какой-то интересный факт, историю, которая не имеет, казалось бы, никакого прямого отношения к тому, что происходит на страницах романа, но постепенно ты привыкаешь и к этому, и даже начинаешь наслаждаться текстом. Это очень многослойная вещь, ведь за каждым персонажем, за каждой историей тайной скрывается много подтекстов, много тем, много непростых именно дилемм моральных, общечеловеческих. Это и тема отцов и детей, и вопросы искусства, морали, рассуждения о добре и зле, о тех событиях, которые происходили во всём мире в начале 20 века. Есть очень много тем, которые касаются Второй мировой войны, много непростых моментов, которые действительно берут тебя за душу и сердце в некоторых моментах неприятно ёкает от осознания того, что существует в мире вот такое вот зло, что действительно люди сталкиваются с довольно неприятными моментами в своей жизни, моментами, которые они сами до конца не осознают. И удивительно всё же, насколько одна скрипка изменила судьбы стольких людей, перевернула буквально с ног на голову, кого-то загнала в могилу, кому-то наоборот подарила что-то чудесное, какие-то оживительные силы, для кого-то стала таким талисманом, оберегом, вещью, которой хочется постоянно обладать. В моём понимании об этом романе можно рассуждать до бесконечности, обсуждать каждый момент, каждую деталь, каждую сцену, в которой происходит что-то, казалось бы, не такое значительное, но в плане подачи истории, раскрытия образов персонажей, это действительно мощно, и я не переставала удивляться манере письма Жоама Кабре, его таланту так подавать историю, так раскрывать персонажей. Я ещё не все закладки расставила по местам, периодически читала и в электронном формате, там у меня тоже какие-то цитаты отмечены, но этот роман, можно сказать, одна большая цитата, одна большая исповедь одного человека, которая затрагивает при этом судьбы многих-многих других людей, которые могли даже его не знать совсем, могли жить в другое время, думать совершенно о других проблемах, но он и их притягивает в свою историю, раскрывает их жизни, судьбы, и через всё это повествование идёт гордо одна скрипка, скрипка Стариони, которая изменила, как я сказала, очень многое. Однозначно книга такого масштаба, такая мощная работа идёт в топ лучшего за год, и я нисколько не жалею, что ввязалась в совместное чтение, я исповедуюсь, потому что так я бы не дошла до этой работы ещё очень и очень долго, а сейчас, прочитав роман, познакомившись с Жоама Кабре, я поняла, что мне хочется возвращаться к такой большой литературе, погружаться в неё, изучать её, рассматривать под микроскопом, и это дарит мне какое-то невообразимое удовольствие. Мне кажется, на полчаса она говорила только об одной лишь книге, но дальше дело пойдёт легче, потому что обо всех книжках вы так или иначе слышали, преимущественно в видео, посвящённых жуткому книжному марафону, который до конца у нас не завершился. И я как раз остановила своё чтение, когда начала заболевать, на романе Джоан Линдси «Пикник у висячей скалы». В последнем видео марафона я говорила, что книга мне очень нравится, что, возможно, это будет топ лучшего за год, но по завершению прочтения у меня возникли некие вопросы, и они как раз и не позволяют мне возложить на этот роман такое большое звание. Конечно же, на все книги, о которых я уже где-то вскользь упоминала, рассказывала, я оставлю ссылочки на эти видео в описании и на «Пикник у висячей скалы» в том числе, но напомню, с чего начинается всё основное действие. Начало 20 века, Австралия, небольшое поселение, небольшой колледж, элитный колледж для девушек, и студентки-воспитанницы этого колледжа вместе со своими преподавательницами отправляются на пикник, посвящённый 14 февраля у висячей скалы. Им кажется, что это будет потрясающее приключение, день на свежем воздухе, что-то необычное, и действительно, пикник удался на славу, но дело всё в том, что под вечер выяснилось, что четыре ученицы и одна учительница пропали. Никто не понимает, куда они могли деться, куда могли уйти, податься. Не совсем ясно, что скрывается за этим ужасным происшествием сверхъестественные силы или вполне себе реальное преступление. Мне в первую очередь понравилось, как автор рассказывает эту историю. Достаточно простым, ненагруженным языком, но при этом каждого персонажа ты видишь, он раскрывается в поле твоего зрения, ты понимаешь, кто стоит перед тобой, какие, возможно, черты характера у него имеются, как он преподносит себя в обществе, что это вообще за человек, и у тебя так постепенно складывается впечатление о каждом персонаже. Само вот это событие, происшествие, исчезновение девочек, оно влечёт за собой множество тайн, загадок, вопросов, даже недомолвок. Хочется строить теории, понять, что же там такое произошло у висячей скалы, куда пропали девочки, куда пропала учительница, что произошло, и кто вселил вот это вот сумасшествие во всех участников этого события. Начально у меня было три теории. Первая связана с природной составляющей, с каким-то необъяснимым сверхъестественным фактором. Вторая с вполне реальным преступлением. Я даже наметила себе конкретных людей, которые могли бы были быть ответственны за это преступление. И в-третьих, мне казалось, что здесь скрывается какой-то мотив тайны, загадки, и, возможно, девушки ушли не просто так. Но я не могу сказать, что хотя бы одно из моих предположений оказалось полностью верным. И дело даже не в том, что эта книга, которую позиционируют как детектив, детективом по своей сути, в общем-то, не является. Она даже не является какой-то мистической историей. Это просто довольно-таки таинственный роман с налётом мистики, детективной составляющей. И всё это ещё приправлено символизмом, потому что символизм скрывается в каждой детали этого романа. В самой висячей скале, которая олицетворяет свободу. В колледже Эппл-Ярд, который напротив представляет собой такой храм нерушимых заветов, правил. Все преподавательницы в нём тоже соответствуют английскому образованию. Эталоны сдержанности. Дебедь, который то и дело появляется на страницах романа. Белый цвет, цвет невинности, непорочности. Алый цвет, кровавый, неприятный, ассоциирующийся с агрессией. И на самом деле так продолжать можно долго, потому что в романе действительно много символизма. И я понимаю, какой посыл автор закладывала в этот символизм. И если вы всё ещё хотите узнать, прочитав эту книгу, что же такое там было в конце, в интернете есть 18 глава «Пикника у висячей скалы». Её не включили в печатное издание. И в целом её первоначально, в самое-самое первое издание книги, тоже редакторы решили не включать в издание. Редактор Джоан Линдси сам отговорил её от этого решения. И после прочтения этой 18 главы я поняла, что, возможно, редактор поступил самым наилучшим для книги образом. Потому что без 18 главы это действительно история-загадка, ключа к которой нет. Но с 18 главой все немножечко переворачивается с ног на голову. И если вам в целом понравилась книга, и вы не хотите портить себе впечатление, то эту злополученную главу лучше всего будет не читать. Но всё же я рада, что осуществилось моё желание познакомиться с «Пикником у висячей скалы». Книга подарила мне много как положительных, так и не очень положительных моментов, но всё же заставила задуматься, поразмышлять над этой загадкой, посмотреть под другим углом на разворачивающиеся события. И подарила мне, наверное, одного из самых неприятных, пугающих персонажей в литературе. Это директриса колледжа Эппл Риярд. Необыкновенно странная, пугающая даже в некоторых моментах женщина поступки и мотивы поступков, которые мне не были понятны до конца. И, наверное, даже после завершения книги я не смогла однозначно ответить на вопрос, что случилось, в каком состоянии она пребывала на тот момент и что ей движило. Ещё одна пугающая история, от которой кровь стынет в жилах, это роман короля мастера ужасов Стивена Кинга и его «Мизери». Мне очень понравилась «Мизери». Я даже не ожидала, что эта книга произведёт на меня такой ошеломляющий эффект. Я всегда любила истории о писателях. А здесь у нас конкретная история писателя Пола Шелдона, автора известного цикла книг о «Мизери», главной героине, которая расследует преступление в викторианскую эпоху. Пол выжил в автокатастрофе, но очнулся не в больнице, а в чужом доме у уже немолодой медсестры Энни Уилкинс. И Энни является одной из самых преданных поклонниц творчества Пола, конкретно его цикла о «Мизери». Но Энни не та добрая медсестра, которой можно было бы её представить. Она – настоящее зло воплоти и станет личным кошмаром для Пола Шелдона. Роман небольшой, но он наполнен таким психологизмом, такой напряжённой обстановкой. Тебе страшно за героя, страшно. Что это Энни с ним сделает? Как она поступит в следующий момент? И ты даже не понимаешь иногда, где грань между сном, реальностью, тем, что ему чудится, или, напротив, то, что является самой настоящей жестокой картиной. Я знаю, что Стивен Кинг долгое время употреблял, и вот эта книга, мне кажется, наиболее откликается с тем его состоянием, потому что Пол Шелдон – это, грубо говоря, тот же Стивен Кинг, а Энни – это его зависимость, с которой предстоит бороться очень-очень долгое время, и спасением в этой ситуации для него становится, как для Шелдона, писательство. Главы, которые посвящены именно работе Шелдона, его мыслительному труду, то, как он пишет книгу, и как нам показывают отрывки из этой книги, что он в них вкладывает – это нечто невообразимое, настоящий небольшой литературный шедевр, и эта история, опять же, о противостоянии таких двух позиций – условного добра и условного зла, и всё это подано ещё в такой напряжённой атмосфере, что ты не можешь просто закрыть книгу, встать и уйти, тебе нужно знать, что же там будет дальше. Я слышала, что эта книга довольно-таки неприятная, и действительно, была парочка моментов, которые заставляли вот так вздрогнуть, посмотреть под другим углом на этот текст, но всё же плюсы истории перевесили все минусы, и мне кажется, эта книга в моём личном топе Стивена Кинга займёт второе место после Долорес Клейборен. Джо Хилл «Коробка в форме сердца» я очень давно хотела познакомиться с Джо Хиллом, сыном Стивена Кинга, тоже довольно известным писателем ужасов, триллеров, мистических историй, и начала как раз своё знакомство с «Коробки в форме сердца», и мне кажется, это был просто идеальный вариант. Здесь смешалось всё, что мне нравится, и рок-музыка, и мистическая составляющая, и привидения, и множество тайн и загадок, в том числе в пределах одной семьи. Джуд Коэн, наш главный герой, эксцентричный рок-музыкант, большая звезда, которая уже постепенно угасает, занимается тем, что коллекционирует всякие сверхъестественные предметы, но при этом он не верит в их прямое назначение, так сказать, он не верит ни во что сверхъестественное, в том числе в проведение, в загробную жизнь, однако, когда его помощник находит по интернету интересное предложение, старинный костюм в «Коробке в форме сердца», к которому привязано самое настоящее привидение, Джуд, конечно же, не может сдержать порыва и не купить эту коробку. Однако призрак оказался вполне себе реальным, и он начинает кошмарить и Джуда, и всех, кто находится рядом с ним. Но почему именно ему это привидение попало в руки? Есть ли тут какой-то злой умысел, и что действительно скрывается за коробкой в форме сердца? А скрывается там многое. Не просто так Джуду попалась эта коробка, не просто так именно ему прислали это привидение, и это далеко не простое привидение, оно имеет некую связь и с прошлым Джуда, и с его историей, и с его становлением личности. Когда ты только-только начинаешь читать книгу, тебе кажется, что это будет шаблонная история про рок-музыканта довольно клишированного, его подружку такую же клишированную, помощника, призрака, но постепенно образы обрастают историей, некими деталями, и ты понимаешь, что всё не так-то просто, как кажется на первый взгляд. И Джуд этот не такой заносчивый, злой, агрессивный мужчина средних лет, которым хочет казаться, и его подружка не просто пустоголовая, любительница сверхъестественного. Все они намного глубже, чем хотят быть, и, конечно же, призрак этот тоже скрывает не одну тайну. Рухилл потрясающе выписал привидений, а здесь у нас дело не заканчивается только на призраке с костюмом, мы встречаем и других потусторонних существ, и то, как он их описывает, описывает их мотивацию в целом, то, как мыслит призрак, чего он хочет, это заслуживает отдельного внимания, довольно необычная концепция, в которую хочется погружаться, и ту мораль, которую Джо Хилл закладывает в свою историю, ее хочется вывести красным маркером, чтобы продолжить рассматривать снова и снова. Конечно же, в мире все не только белое, не только черное, есть полутона, различные оттенки, и мы сами должны понимать, где для нас добро, где зло, но эта история является таким концентратом, показывает, как жизнь людей меняется, как они переоценивают свои ценности, переворачивают свою историю с ног на голову. И, конечно же, мне хотелось бы продолжить знакомство дальнейшее с творчеством Джо Хилла, обязательно буду покупать его книги, обязательно буду их читать, и надеюсь, что знакомство мы продолжим совсем-совсем скоро. И закончим мы это видео на приятной положительной ноте, положительных эмоциях, которые приносят комиксы «Предания Олимпа» от Рэйчел Смать. Я прочитала второй том, я продолжу читать историю в электронном формате. В 2023 году нам уже обещают третий том истории, продолжение истории любви Персифоны и Аида, истории Олимпа, «Как там живут боги». И я перечитала первый том, рассказывала вам об этом в жутко-книжном марафоне и прочла второй. Опять же, погрузилась в любимую историю «Предания Олимпа». Я обожаю греческую мифологию, мне интересно наблюдать за различными интерпретациями мифов, а здесь мифы подобраны так, что, казалось бы, некоторые элементы оригинальных историй остаются, но подача совершенно иная. И Рэйчел Смать затрагивает в своих работах совершенно иные темы. Это и абьюзивные отношения, и насилие, и неприятные моменты в жизни, и самореализация, и переоценка ценностей, и рефлексия, с которой сталкивается каждый из главных героев. Я уже рассказывала о том, как визуально изменился второй том, сравнивала его с первым томом как раз в жутко-книжном марафоне. Опять же, оставлю все ссылочки в описании. Я не могу ничего сказать, кроме того, как выразить свою любовь к преданиям Олимпа, к этой истории, которая несет в себе много и тяжелых, и положительных моментов, потому что рассказывает о действительно важных вещах в такой простой, незамысловатой форме, и при этом ты следишь за историей любимых героев, наблюдаешь, как они взаимодействуют друг с другом, и хочется узнать, что же там будет дальше. Вот такая вот небольшая стопочка была прочитана за этот промежуток времени, не ошеломительные результаты, но все же у нас есть еще целый декабрь 2022 года, и перед тем, как мы войдем уже в Новый год, у меня есть время подчистить свои долги, прочитать еще какие-то интересные истории, и, конечно же, рассказать о них вам. Ну и на этой ноте завершается прочитанное. Пишите в комментариях, что такого интересного вы прочитали за последнее время, мне будет все очень интересно узнать. Ну а с вами, как всегда, была Элизабет Букс, увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новом видео, и всем пока-пока!